Если бы наша команда из 13 человек использовала стандартные методы для создания Hellblade, нам бы очень повезло, если бы контента хватило бы на час игры. Поэтому вот уже несколько месяцев мы находимся на этапе создания прототипов, исследуя новые подходы к решению проблемы. Hellblade — этап создания прототипов. Мы не стремимся превзойти наши предыдущие игры по масштабу. Сейчас для нас важно создать ни на что не похожую игру. Hellblade должна быть уникальной и вобрать в себя то, чего вы не найдете в крупнобюджетных играх ААА-класса. Поэтому мы должны в первую очередь изменить наш подход к ее созданию. Игровой мир Дэн решил собрать игровую вселенную по кусочкам, прямо как Лего. Мы обнаружили, что, используя правильные компоненты и материалы, можно легко и просто заполнить игровой мир объектами, при этом не теряя их разнообразия и высокого качества. Сперва Дэн создал с помощью ZBrush, Maya и Photoshop различные объекты, которые можно будет изменять как угодно для повторного использования по всему миру игры. Дэн также создал несколько скриптов с помощью Unreal Blueprints, чтобы отдельные объекты естественно вписывались в любое окружение. При создании текстуры он совместил их в несколько слоев с фотографиями, шейдерами и геометрическими моделями. Это позволило многократно использовать их на больших территориях и при этом сохранить высокий уровень детализации и избежать повторяющихся комбинаций. В процессе сведения всех текстур воедино мы выбрали несколько областей, на примере которых можно увидеть, насколько высокого качества нам удалось достичь за счет такого подхода. Подход, выбранный Дэном, доказал, что неподъемная на первый взгляд для одного художника задача создать масштабный игровой мир ААА-класса на самом деле вполне решаема. В процессе создания противников мы решили упростить себе задачу. Раньше у каждого нашего персонажа была своя анимация, текстуры и уникальные особенности. Противники в Hellblade — это воины-гуманоиды из клана викингов. Чтобы выяснить, удастся ли нам создать интересных персонажей в установленных рамках, сначала их набросали на бумаги. Исходя из человеческого облика, Марк попробовал как можно больше разнообразить силуэты персонажей. Кроме того, Клэр проэкспериментировала с трехмерными моделями противников вместе с аксессуарами вроде шлемов, брони и тому подобному. Исходя из этого, Клэр создала модель одного персонажа, а на его основе несколько других, изменив их форму, аксессуары и свет. И все это за одну неделю. Судя по прототипам, мы видим, что даже один художник может создать большое разнообразие противников. Благодаря этому мы можем двигаться вперед с еще большей уверенностью. Боевая система. Мел создал игровой движок, который позволил Александру и Питеру начать разработку боевой системы. Сначала мы проработали одиночные удары. Затем быстрые удары, тяжелые удары, рывки, блоки, уклоны — все ключевые элементы боевой системы. Благодаря режиму камеры, мы также внедрили в игру направленные удары, заодно с направленными блоками и уклонами. По своей сути, любая боевая система состоит из нескольких уровней, но в ее основе всегда лежат скорость, адаптивность, гибкость и тактика. А сейчас мы активно проводим внутреннее тестирование игры. Мы внесем некоторые улучшения и продолжим тестировать игру вместе с вами, и это лишь одна из возможностей вашего участия в разработке Hellblade. Измененное восприятие. Сенуа видит и ощущает окружающий мир иначе, чем другие люди. В этом заключается ее уникальность. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы у игроков также появилось измененное восприятие пространства и времени. В плане боевой системы мы рассматриваем самые необычные и смелые идеи относительно перемещения в пространстве. К тому же у нас есть несколько идей насчет изменения хода времени. Одна из идей состояла в создании трех двойников главной героини. Все остальные интересные находки также касаются измененного восприятия противников и окружения. Эта концепция и новое мироощущение представлена не только в боевой системе. Мы также разрабатываем различные оптические иллюзии, которые будут зависеть от того, с какого расстояния и под каким углом вы смотрите на объект. Пространство и время перемещаются в геометрических фигурах. Мы считаем, что это уникальная задумка, и сейчас активно работаем в этом направлении. Заключение Небольшой состав нашей команды нисколько не нарушил процесс разработки. Это заставило нас отказаться от старых привычек, исследовать новые направления и нестандартно подходить к решению проблем. Нам предстоит очень много работы, и многое по-прежнему покрыто туманом, но мы уверены, что все получится. Переведено и озвучено сайтом 3dnews.ru И напоследок, команде Hellblade требуется талантливый и опытный старший художник по персонажам. Подробную информацию о вакансии вы найдете по ссылке ninjafiory.com.jobs Продолжение следует...